МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас первое пленарное заседание, вы член Комитета по государственной политике и местному самоуправлению. У нас в Крае очень активно идет процесс объединения территорий. И интересна ваша позиция по этому поводу, как человека, который занимается управлением профессионально, то есть с точки зрения управленца. Это хорошо? На самом деле обсуждается очень серьезная управленческая задача, как сделать работу различных частей Пермского края более эффективной. Размеры этих территорий – это лишь один из компонентов всей этой системы преобразования. Ясно, что для полноты картины мы должны говорить о трансляции обязательств и трансляции финансовых ресурсов. Так вот эти вопросы тоже обсуждаются параллельно. Ну и вот на этом этапе развития налоговой системы, управленческой системы, кажется, что вот такое укропнение регионов – это положительная тенденция, это некое благо, поскольку регионы становятся более похожи по потребностям и задачам, и как будто бы это упрощает и делает более эффективным всю систему управления. Ну вот сейчас этот процесс идет активно, и параллельно меняются различные механизмы межбюджетных трансфертов, финансирования, распределения налогов. И вот если смотреть на всю эту систему вместе, то кажется, что это положительная тенденция. Посмотрим, посмотрим. Ваш сын является министром экономического развития Пермского края. Вы с ним обсуждаете какие-то вот такие события, да, когда встречаетесь? Вы знаете, ну, по-видимому, министров как-то так настраивают, что вот в быту они эти такие служебные проблемы не обсуждают. Хорошо. Не обсуждают. В таком случае, а какие чувства вы испытываете, когда вот вы находитесь в зале пленарного заседания вместе с коллегами-депутатами, а Максим стоит на трибуне и докладывает? Ну, вы знаете, когда это было первый раз, в общем, по-видимому, некоторое такое специфическое волнение я испытывал, но это происходит раз за разом. Я вижу, что он вполне владеет материалом, он хорошо говорит, его с интересом слушают, поэтому я совершенно спокоен. Я совершенно спокоен и с интересом слушаю, что делает наше Министерство экономического развития и инвестиций. Еще вопрос к вам сейчас как законодателю и в то же время как к ректору. Как вы считаете, все ли, вернее, достаточно ли мер поддержки, разработанных у нас в Пермском крае, для учителей, молодых учителей, которые вот вчера закончили, например, педагогический вуз, и выходят в большую жизнь, как говорится? Ну, достаточно или недостаточно, все это зависит от возможностей страны и региона. На самом деле в Пермском крае очень много для этого сделано. И это не только там заработная плата или наличие вакансий и так далее. Значит, за последние годы построено много дошкольных и школьных учреждений новых. Они совершенно современные и есть совершенно прекрасные образцы. Потребность в учителях великая, но ясно, что школы разных размеров, и некоторые небольшие населенные пункты, они просто не то, что они не могут получить учителя, они не могут его загрузить в полной мере. И вот здесь параллельно развивается несколько механизмов, которыми знаменит Пермский край. Это не только школьные автобусы, но это вот, скажем, то, что Пермский край в нашей стране сделал впервые. Это мобильные учителя, которые приезжают в школы, ну и некоторым условно вахтовым методом преподают те или иные важные предметы. Очень важно, чтобы ребенок, где бы он ни родился, он мог жить в семье и получать, ну, по крайней мере, базовое школьное образование вот в том месте, где он проживает. Ну, вот, Пермский край здесь один из лидеров страны, и делается действительно очень много в этом плане. Ну, дореволюционной России считалось, что если есть в территории врач, учитель и священник, тогда еще третья была составляющая, что территория эта не умрет и будет жить дальше. То есть, насколько это сегодня актуально? Ну, про врача и учителя абсолютно актуально. Конечно, должна быть школа, либо возможность получать образование совсем недалеко от дома. Ну, а медицинская помощь, она, конечно, всегда нужна. Сейчас очень популярен такой тренд, как цифровизация. И образование тоже не обошла эта тема. Цифровизация, значит, образовательная отрасль, она на уровне федерации даже заявлена. Вот ваше мнение по этому поводу очень любопытно. Как здесь что? Это, конечно, важный тренд, который изобретен совсем не в нашей стране. Это то, чем занимается, в общем, весь цивилизованный мир. Это многоплановая проблема, это и роботизация производства, это изменение представления о функциональной грамотности человека, который сейчас без интернета, без умения пользоваться различными электронными сервисами, просто не может полноценно жить. Разумеется, это отражается и в системе образования. Только не надо думать, что вот мы снова нашли некий магический ключ. К счастью, вы помните, сколько лет мы посвятили нанотехнологиям. Да, это тенденция развития современного общества. У каждого есть смартфон, который все больше и больше может делать. Поэтому мне кажется, что очень серьезных изменений в системе образования, к счастью, не произойдет. Человек, он один и тот же, это просто развитие оболочки, среды, в которой он существует. Тем не менее, внимание к этому процессу, оно, в общем, предъявляет некие вызовы к системе образования. Ну, что я имею в виду? Во-первых, на каком-то другом уровне совершенно нужно преподавать информатику. Мы готовим учителей информатики и сейчас очень плотно занимаемся этой проблемой. Во-вторых, я уже говорил, что меняется представление о функциональной грамотности любого гражданина. И мы планируем открывать разнообразные курсы для самой разной публики, для того, чтобы в этом электронном празднике жизни они могли в полной мере участвовать. Если мы посмотрим на Федерацию, Российская Федерация не является лидером в производстве компонентов всех этих цифровых систем. Но зато очень известно своей школой программистов. Ну, вот-вот сильные стороны надо использовать. На самом деле, этот процесс, конечно, это естественное развитие цивилизации. И это большой вызов для самых разных структур. Посмотрите, роботы каким-то образом заменяют людей, меняют условия их труда. Мы параллельно говорим о продлении трудовой деятельности. Еще вот эти вещи все связаны. Я хотел бы предостеречь от того, что есть простые ключи к счастью. Вот цифровизация и все. Это оболочка, в которой мы живем. И она, конечно, развивается. Это чувствует каждый. И вот система образования, она сохранит, конечно, и свои структуры, и роль учителя, и чтение книг, я очень надеюсь. Ну, вот-вот-вот, все эти оболочки эволюционируют. Весной этого года Министерство образования и науки Российской Федерации разделилось на два. Министерство просвещения и Министерство высшего образования. Да, очень долго шли консультации, к какому же Министерству отнести педагогические вузы. Да, в ней 60 продолжался этот процесс. Чем же все-таки закончилась история? Педагогические вузы относятся к Министерству науки и высшего образования, как и вся высшая школа. Это мы узнали не в первые дни, и прошло пару месяцев, пока этот вопрос обсуждался. Но вот теперь мы знаем, где мы. Совсем скоро, 1 сентября. Андрей Константинович, у вас закончилась приемная кампания. Какие пришли абитуриенты? Какие из направлений факультетов у вас востребованы в этом году? Были ли какие-то неожиданности? Допустим, вы прогнозировали, что будет приток на исторический факультет, а у вас больше оказалось филологов. Почти угадали. Смотрите, конкурс был очень высокий. Очень высокий. Более 10 заявлений на место. Это документы, а не абитуриенты. Вы знаете современные правила приема. Тем не менее, реальный конкурс был очень высокий. Мы набрали абитуриентов с очень высокими баллами по единому государственному экзамену. Какие они в действительности, мы узнаем. 1 сентября такова сейчас специфика приема высшие учебные заведения. Ну, из неожиданностей может быть какой-то огромный спрос на филологический факультет. Это самый высокий проходной балл в университете. Такого не было никогда. Вот при всей цифровизации гуманитарные науки и книги по-прежнему нравятся молодежи. Но на самом деле спрос на учительские специальности и смежные с ними социальные очень высокий. Я надеюсь, что мы приняли очень хороших ребят. Я прочитала в одном из комментариев на ваших страницах университета, имеется в виду, что я настолько, одна из студенток написала, я настолько люблю свой вуз, хотя бы и благодарна ему хотя бы за то, что я пишу грамотно и считаю не на калькуляторе, а в уме. То есть вуз заставляет меня, мысленный мой процесс, чтобы он был постоянно у меня востребованным. Это очень важно. Конечно, организация собственной памяти, собственного мыслительного процесса, собственного воображения – это крайне важная вещь. Никакая цифровизация, искусственный интеллект ничего этого не заменит. Поэтому я надеюсь, что университеты будут по-прежнему генерировать потребности, умения в этой области и в нашем университете в том числе. Последний вопрос. Можете сформулировать очень коротко, чем вы гордитесь на сегодняшний день в своем вузе? Ну, когда его так хорошо знаешь, на этот вопрос не просто отвечать. Ну, в 2021 году нашему вузу исполняется 100 лет. Значит, это старейший педагогический вуз на Урале. Ну вот, если угодно, это предмет гордости. Мы гордимся тем, что у нас есть фантастическая библиотека, в которой собраны редчайшие книги, в том числе старинные книги. Так получилось, что все они сконцентрированы в значительной степени у нас, после всех разделений университета. Мы гордимся, разумеется, нашими научными школами. Это психология, физика, педагогика, история и от еще других направлений. Ну и вуз, в котором есть не только преподавание, но и серьезная наука, вот он имеет право называться университетом. И вот такое сочетание науки и преподавания, оно, в общем, позволяет надеяться, что когда мы увидим студента, склонного к научным исследованиям, мы его не пропустим. Прекрасно. Спасибо большое, Андрей Константинович, за интересный разговор. Спасибо. Спасибо за то, что нашли время и пришли на нашу передачу. Спасибо. Вы смотрели «Встречи на Рифея». Смотрите нас каждый четверг. Будет любопытно. Встреча на Рифея.